а вы давно водите с детства а мне вот это искусство никак не дается по просьбе моего друга ивана обсуждаем следующую тему почему в россии когда ты едешь в супермаркет там или в какой-то магазин ты не переживаешь за то что у тебя будут побиты двери что-то помято поцарапано а в америке желательно все-таки парковаться подальше тебя парковаться я вот там через полгода все двери дело видимо в том что не хочу ни в коем случае оскорбить россию там или какие-то страны постсоветского пространства уровень жизни все-таки в сша выше поэтому отношение к автомобилям немного другое плюс еще вопрос такой что без машины здесь передвигаться во многих районах практически невозможно поэтому за рулем ездят все начиная с 18 лет до и заканчивая бабушками там 90 там не знаю до скольки лет выдают драйвер-лайсенс но пенсионерам как раз-то ходить тяжело поэтому все они ездят а как они ездят это уже другой вопрос доступность автомобилей перестает делать автомобиль какой-то мечтой очень популярен стал лизинг то есть машину берут как бы считается в аренду да то есть в основном люди берут машину на три года и три года платят в месяц определенную сумму которая является не такой уж большой то есть ездят три года через три года меняют машину на новую снова какую-то оговоренную сумму платят в месяц и так живут постоянно в итоге имея практически всегда новый автомобиль потому что здесь все-таки дороги неплохие и при нормальном использовании на хороших дорогах за три года машина не особо то стареет то есть люди постоянно ездят на новой машине не переживают ни о чем кроме там замены масла поэтому относятся к автомобилям попроще знают что через три года этот автомобиль твоим не станет менее заботятся о сохранности машины больше используют все-таки машину по ее главному назначению как средство передвижения не так как было в россии как показатель уровня понтов и своих достижений это трунов валентин палыч наш новый директор автосервиса на тему водительских прав траве лайсенс в америке значит в америке машину водят все наверно каждого первого американцы есть водительские права то есть бывает такое что их забирают за нарушения и поэтому если вы встречаете часто американцы на велосипеде или американцы идущего пешком это скорее всего у него просто забрали эти права потому что в принципе в большинстве штатов когда исполняется 16 лет даже есть штаты когда исполняется 14 лет подростку такие в таких штатах как айова канзас арканзас северная дакота ты имеешь право подать на пермит так называемый экзамен который ты заешь на компьютере со вопросами и вариантами ответов ты должен пройти этот это тестирование и когда ты проходишь тестирование тебе выдают тот самый пермит с которым ты можешь уже начинать готовиться к экзамену по вождению экзамен по вождению в америке не как в россии происходит то есть ты не идешь в специальную школу чтобы выучиться ну есть такие конечно учителя часто это можешь нанять чтобы они тебя научили как водить машину но большинстве случаев твои же родственники родители любой человек который достиг возраста 20 21 года имеет право тебя учить то есть подросток сдал на пермит в свои 16 лет и как мы говорили в некоторых штатах 14 и в течение вот если мы говорим про подростка именно то в течение 6 месяцев он учится водить машину и потом сдает этот водительский тест джай джайлинг тест то есть пока у него на действие этого пермита он имеет право ездить за рулем но только в сопровождении взрослого человека то есть достигшего возраста 21 года есть конечно такие случаи что подросток вводят машину и имеет только пермит и многие даже здесь эмигранты ездят только с пермитом потому что нужно как бы добираться до работы до школы у моей знакомой был такой случай что она ехала за рулем вместе со знакомым но я не был пермит и полицейский просто сказал что ты не имеешь права пока пермит не получишь не имеешь права водить машину и то есть они отделались просто предупреждением и значит если касаться темы до сколь до какого возраста будет здесь машины будет машина здесь наверное до самой смерти вот и самые опасные категории водители конечно же являются прежде всего пожилые люди пожилые люди почему потому что все таки у них со зрением уже плохо и со здоровьем плохо и с реакцией плохо и у одного моего знакомого вот у него топографический кретинизм и он едет вот за рулем и потом раз включается мозги он не понимает а куда он едет а зачем он едет и часто такое что он терялся то есть ему его предупреждали уже не раз что ему нельзя водить машину от него прячут эти ключи потому что человек просто может ладно если он поедет и просто потеряется и потом но хорошо позвонит родным и они его найдут а если он может также проехать на красный свет и сделать аварию и также бывали случаи очень частые случаи когда у старичков за рулем им становилось плохо приступы были и часто даже вот они заезжали на парковку разбивали там все машины до въезжали в витрины магазинов то есть это все на самом деле не не мифы это все на самом деле такое происходит и довольно таки часто вами америки происходит и вот один наш знакомый был в аварии из-за того что ехал катафалк и у водителя был приступ сердечный и и он просто то есть общечный приступ и машина ехала сама по себе и сколько там было жертв сколько было травмированных людей сколько смертей я сказала что наиболее опасные это старики но также наиболее опасны это молодежь очень дорогая страховка для молодых потому что они гоняют часто молодежь по 10 алкоголя по действием каких-то наркотиков совершает аварии и еще одна категория это женщина с детьми потому что принципе мужчины они на работе я вот эти вот категории людей молодежь которые там после школы тусит все такое ездит старики у которых куча времени и женщины с детьми потому что они в декретном отпуске сидят дома с детьми то есть им надо в магазин куда-то по делам и они ставить здесь таскать собой ребенка на дороге ребенку может быть и что угодно случится станет плохо начнет кричать женщина начинает суетиться начинает нервничать и тоже создает аварийные ситуации на дорогах что касается магазинов что почему около магазинов именно во первых невнимательность людей люди 10 к машинам относятся как к средству передвижения то есть нет такого что как в россии они их полируют трясутся над ними здесь это как это просто средство передвижения ничего более конечно наши русские мигранты до сих пор остались эти понты там они любят машины подороже покруче с постсоветского пространства иммигранты наши наши все люди у них и на первом месте тоже у многих понты хотя не у всех например для меня всегда было машина тоже как средство передвижения машина должна быть функциональной и безопасной прежде всего ну и вот около наших русских магазинов да и не только русских магазинах вот эти вот все категории старички мамы с детьми молодежь не так но старички мамы с детьми часто вот ходят на шаппинг у них есть время пока мужья на работе у женщин они едут детьми на шаппинг и у стариков также то есть женщина с детьми выходя с корситом из машины конечно же соседи машины царапают часто место газа тормоз вместо тормоза газ также паркуются неровно открывают двери царапают соседние машины если в среди американцев распространено то что когда они нечаянно там hit your car то есть задели твою машину как-то и не знают хозяин этой машины они бы даже записки оставляют то есть у нас такое было случае что мы были магазине и вышли из видим какая-то записочка и там написали что извините я возможно побил вашу машину это мой адрес мой телефон свяжитесь со мной если какой-то будет какая-то царапина на машине то есть они и не дэми чпл из контактами написали и но мы посмотрели у нас было все нормально с машины просто была ночь и имя никуда не стали звонить им то все было нормально это многие американцы это делать конечно не все но многие американцы их учили как правильно жить и как бы что должно быть все по закону то есть если ты что-то сделал ты за это отвечаешь они в принципе живут по этому принципу как быть честно честное общество то есть мы живем принципе по с мужем под такому же принципу если мы что то сделали мы за это отвечаем из этого и строится хорошая страна с хорошими людьми и с процветающей экономикой но нашим русском обществе тут чуть-чуть по-другому тут обычно но тут очень много нелегалов очень много людей без документов то есть если твою машину садили какой-то сделали accident d мечи я часто боюсь что они вообще без прав или там какие-то машины зарегистрирована на кого-то у них там какие-то права international driver license интернациональные права я не боятся все и я наверное если какой-то русскоговорящий заденет твою машину в углу нет коста то конечно же никогда не признается просто уедет даже были случаи просто били машину на парковках и уезжали скрывались хотя у нас был случай что мы видели на заправке мы с муж стоял и мы заправлялись я как бы не видела этого но машина просто с наркоманами или пьяными каким-то американцами таки white trash они называются врезались на стоящий на заправке и машину отъехали и уехали и муж успел сфотографировать номера машины и и как раз женщина выходит по моему она была беременная афроамериканка выходит она видимо на ланч приехала покушать скупить что-то в магазине выходит и муж дал ей сфотографировал даже успел сфотографировать машину номера машины которая сделала этот эксцидент и уехала и женщина быстро позвонила в полицию репорт написала и его пробили и нашли и слава богу все это закончилось тем что потом она написала что их нашли сразу же они по-моему были какие-то или под наркотиками то ли пьяные бабовой случай когда уезжают это говоря об американце давай трэш это вот эти вот люди невысокого интеллекта такой живущий такой жизнью неправильный но в основном конечно американцы правильные более совестные наши нет аварии огромные машины полностью в смятку разбивают чужие и уезжают с места происшествия а потом еще едут с этой машины и говорят что у них был hit and run что кто-то врезался в их машину ну а Субтитры подогнал «Симон»